Интересное совпадение. Чесов рассказывал, что в Лейпциге в первом матче в Бундеслиге три мяча пропустил, и у вас тоже так получилось. Как это он поддерживал после вчерашнего матча? Говорил, что ничего страшного? Да нет, сказал общие фразы, как бы в раздевалке после игры всей команде. Я персонально, я не знаю, может с кем-то общался, может нет, сама нет. Оказалось, что вчера были некоторые проблемы с поводом мяча быстрым. Вы часто хотели сделать, но как будто не было удачных открываний. Так есть? Ну, хочется быстро играть, да, но не всегда это возможно. И соперники где-то не позволяют. И, может быть, получилось так, что они больше владели мячом, больше в обороне, соответственно, больше сил потратили на то, чтобы перемещаться. И не всегда получилось просто убегать. Немножко не хватало сил, нужно было какая-то передышка. Матч Турции-Швеция как-то сборная вместе планирует смотреть? Не знаю, не планировал. А вообще, будете же смотреть? Ну, посмотрю, как сыграют. Смотри, нет ли психологической ямы после трех мячей? Персонально у вас. Меня нет никакой ямы. Все. Тот факт, что состав команды постоянно не исполнил способом матча с Турцией обновился стартовой практически позже в половину. Насколько вот этот факт сыгранности сыграл вчера роль? Ну, мы же тоже, даже ребята, которые играли с Турцией, да, не каждый день тренируемся друг с другом. Поэтому у нас так же, как и в тот раз была такая ситуация, нас собрали за, там, 3-4 дня до игры, да, вот тренировались, вот и было время сыграться. Абсолютно аналогичная ситуация. Дзюба звонит, что-нибудь говорит, как у него жизнь. С днём рождения поздравлял. А поэтому выздоровеет? Обещает сыграть играть? К Швеции? Да. Без понятия у него спросить. Как вообще немцы сами по себе? Ну, Черчевцев просто говорил, когда приезжаешь, нужно там на полностью, ну, совсем другой уровень, даже физической нагрузки в матче с такими командами. Не было ощущений для Вартаря? Ну, так со стороны того, что я смотрел, мы очень понравились, тактически, физически, технически, просто сумасшедше. То есть прям топ уровень прям совсем? Ну, да, да. По своей игре вообще какие ощущения? По своей? Да, ну, лично по своей? По факту тащить там не мог особо, да, ничего. Да, нет, ну, первый можно было, но там неправильный выбор решений. Но уже двух метров бил. Неправильный выбор решений, просто начал гадать, хотя можно было стоять по мячу, как бы. Тогда был бы шанс отбить, отбил бы, не отбил, это уже другой вопрос, но от себя зависимости не сделал. А так. Ну, а так вообще, в принципе, нормально. Удольтворение есть свои игроки. Да нет, какое удольтворение. Трешку получил за первый тайм. Это хорошо, что они еще ослабли чуть-чуть, ослабли, как бы, напор, так бы, можно было еще больше. Тогда точно могли в яму загнать. А вы считаете, что они ослабили, просто мы добавили? Ну, может, и мы где-то добавили, может, они где-то сбали, я не знаю, как бы. Второй тайм совершенно другой был, нежели чем первый. А вообще, с этими господами, поиграв вот сейчас, есть, ну, допустим, товарищеские матчи, да, контрольные, контрольные. Вот кто-то говорит, полезнее играть там с командами, типа, которым можно пять накидать, а самим не пропустить. Или прикольнее играть именно как раз с такими, как Германия. Ну, не, круче, на самом деле, играть с такими, как Германия, вот, кто там, Аргентина, Франция, Бразилия, Испания. Я думаю, нужно с такими играть, если есть возможность. И потому что есть понимание, куда нужно расти вообще. Как бы ты смотришь и понимаешь, что, как бы, ты не идеален, а тебе нужно работать. Работать много над чем уже. Тогда, получается, в лиге нации нужно выходить группа. Да, надо. Заключительно? Заключительно. Тяжело управлять новым сочетанием защитников, у Барони там не играли, да, их никогда. И менялась схема, походу, это как-то на вас тоже влияло? Нет, абсолютно нет. Продолжение следует...